Некоторые птицы могут питаться другими животными и птицами. Их глотка и пищевод устроены так, что они могут заглатывать очень большую добычу целиком. И это удивляет. Цапля. Род крупных птиц, семейства цаплевых. Эти птицы живут вдоль заболоченных территорий, где их добычей становятся рыба, лягушки и другие водные животные. Вот цапля поймала крупную рыбу. Она пытается проглотить ее целиком, но это не так просто. Рыба большая и широкая, и никак не проходит в глотку цапли. Но цапля не бросает попыток, и вскоре ей удается проглотить эту рыбу. А эта цапля поймала сирона. Это такое земноводное, довольно больших размеров. Вы только посмотрите на него. Длиной он почти с птицу. Неужели она его проглотит? Да, так и есть. Цапля заглатывает его целиком. Цапля охотится и на других птиц. Например, тут она поймала утку. И как и стоило ожидать, она проглотила ее целиком. Иногда добычей цапель становятся совсем неожиданные животные. Например, кролики. И так же, как и других, цапля легко его проглатывает. Цапля кого-то заметила в земле и замерла. Быстрый бросок и добыча в клюве. Это крот, который с легкостью отправляется в желудок цапли. Если этой птице попадется белка, то она не побрезгует ею и так же схватит и проглотит. Чайка. Тот еще проглот. Кажется, что эти птицы всегда голодные и готовы проглотить все, до чего смогут добраться. Сожрать довольно большую рыбу за секунду для чайки не проблема. Мышей и крыс чайки ловят и едят с большим удовольствием прямо на улицах города. Благо, этих грызунов в городах хватает. Других животных чайки тоже поедают. Очевидцы засняли, как чайка атаковала белку. Она какое-то время подержала ее в клюве, а потом с легкостью заглотила целиком. Тут тоже засняли, как чайка проглатывает пойманную белку, которая была довольно большого размера. Чайки также поедают и кроликов. Конечно, взрослого кролика эти птицы вряд ли съедят. А вот крольчат они глотают с удовольствием. Глядя на эти кадры, невольно удивляешься, что за глотка у этих птиц. После кроликов проглоченная целиком за пару секунд сосиска уже не кажется чем-то удивительным. Пеликан. Большая птица с просто огромным клювом. Глядя на них, кажется, что они могут проглотить все, что угодно. Так и есть. Вот пеликан хватает с неосторожного голубя и съедает его. Этот пеликан тоже поймал голубя, но проглотить его сразу не получилось. Голубь бьется и никак не хочет отправляться в желудок. Пеликан поправляет его, чтобы поудобнее направить в глотку, но сделать это непросто. Через минуту пеликану все же удалось проглотить неугомонного голубя. А тут люди засняли, как пеликан схватил утку. Он сразу отправил ее в свой мешок, чтобы поудобнее прихватить и проглотить. Утка была большая, и пеликан никак не может с ней справиться. И тут видео обрывается, и мы так и не узнаем, проглотила эта птица утку или нет. Люди подкармливали с пирса уточек. Это заметил пеликан и подплыл поближе, чтобы тоже попробовать угощение. Но то, что кидали люди, не сильно заинтересовало пеликана. Он предпочитает пичу животного происхождения. Ему больше приглянулся утенок, и пеликан хватает его. А это баклан. Большая морская птица. И, наверное, самая прожорливая. Вы только посмотрите, что происходит, когда ей дают много рыбы. Птицы с молниеносной скоростью ее заглатывают, несмотря на большие размеры на некоторые рыбы. Глотка и горло у бакланов сильно растягивается, что позволяет с легкостью заглатывать крупную добычу. Этот баклан поймал большого сомика. Рыба была размером чуть ли не с саму птицу, и ей трудно было с ней справиться. Она не могла поднять ее вверх, чтобы заглотить. Приходилось делать это под водой. И через минуту удивительная птица проглатывает эту крупную рыбу. А еще различные птицы любят есть змей. Больших и маленьких. Естественно, заглатывая их целиком. На этом все. Некоторые птицы действительно умеют удивлять, глотая добычу просто огромных размеров. Друзья, если вы еще не подписаны на канал, то обязательно это сделайте. Впереди еще много интересных выпусков. А я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова